Первый том добротолюбия Наставление святого Антония Великого Говорю только благое, взвешивая каждое слово и не допуская, чтобы в речи вмешивалось что-либо нечистое и страстное Руки, чтобы были приводимы прежде в движение только на воздеяние, в молитвах и на дела милосердия и щедродательности Чрево, чтобы держалось в должных пределах потребления пищи и питья, сколько нужно только для поддержания тела Не попуская похотения и сладостолюбия, увлекать себя за эту меру Многие, чтобы вступали правы, ходили по воле Божией, направляясь к служению добрым делам Таким образом тело все навыкает всякому добру И подчиняясь власти Святого Духа, так изменяется Что, наконец, становится в некоторой мере причастным тех свойств духовного тела, какие имеет оно получить в воскресении праведных Душа имеет, как сказано, свои собственные страсти, которые гордость, ненависть, зависть, гнев, уныние и другие подобные Когда душа предает себя Богу всей силой своей, тогда всесчедрый Бог подает ей дух истинного покаяния И очищает ее от всех сих страстей Научает ее не следовать им и дает силу преодолевать их и преподеждать врагов, которые не перестают полагать ей препоны Стараясь посредством искушений снова похитить ее себе И если она прибудет твердой в своем обращении и в добром повиновении Духу Святому, научающему ее покаянию То милосердый Творец жалится над нею трудов ради ее Со всякой теснотой и нуждою подъемлемых В постах долгих, в бдениях частых, в поучениях Свою Божиим В непрестанной молитве, в отречении от всех мирских утех, в услужении всем от чистого сердца В смирении ищите духом Если прибудет твердый во всем этом Всесчедрый, презрев на нее милостивым оком Избавит ее от всех искушений и исторнит из рук врагов милостию Своею Бог Отец по благости Своей не пощадил Сына Своего Единородного Но предал Его для избавления нас от грехов и неправ наших И Сын Божий, смирив Себя ради нас Исцелил нас от душевных болезней наших И устроил нам спасение от грехов наших Прошу же вас, именем Господа нашего Иисуса Христа Знать и в мыслях всегда содержать это великое устроение Божие То есть, что Бог, Слово, ради нас во всем уподобился нам, кроме греха Прилично же тем, которые одарены разумом, знать это разумно И возревновать о том, чтобы самым делом стать свободными от грехов Силою пришествия Господа к нам Те, которые воспользовались, как должно, этим устроением Суть рабы Его На это звание еще не есть совершенство Совершенство вводит в сыновство И есть посвящение, приходящее в свое время Так, когда Господь наш Иисус Христос, увидев Что ученики Его подошли уже к сыновству И, быв научены Духом Святым Его самого познали, то сказал им Я уже не называю вас рабами, но друзьями и братьями Потому что сказал вам все, что слышал от Отца Иоанна 15, 15 И те, которые познали, чем стали они во Христе Иисусе, возвысили Такие голоса, говоря Не приняли духа рабства и боязни, но духа сына положения И потому вопием Авва Отче Кто же не явит полной и усердной готовности восстать от греха Тот пусть знает, что пришествие Господа Избавителя будет ему в осуждение Почему еще в начале Симеон воспел Вот лежит сей нападение и восстание многих во Израиле и в предмет привекания А потом и апостолы провозгласили Смертная смерть благоухание, а другим жизнь вечную 2 Коринфян 2, 16 Не безызвестно нам, что враги истинно непрестанно усиливаются уничтожить истину Боже во всякое время от самого начала создания мира посещал тварь свою И тех, которые приступали к создателю своему от всего сердца своего Научал, как должно его почитать Но когда по страстности плоти и злобе борющих нас врагов Доброе стремление души потеряли силы И люди не могли даже постигнуть того, что свойственно им По их естеству и назначению А не только избавить себя от грехов Чтобы возвести себя в первобытное состояние Тогда Бог сотворил с ними милость И научил их истинному Богопочитанию через закон Писанный Когда же это не помогло, тогда Бог, видя, что рана расширяется И требует решительного расчетства Определил послать Сына Своего Единородного Который есть единственный врач наш Побеждаемой любовью к Иисусу Христу Я, смотря на наше время, испытываю то радость, то сетование и плач Очень многие в роде нашем облеклись в одежде благочестия Но из них некоторые только сделали это от всего сердца Исподобились получить принесенные пришествием Господа Иисуса избавления Это суть те, о которых я радуюсь Иные же, призрев силу своего обета, действуют по воле плоти и склонностям сердца своего Через что пришествие Господа стало им в обличении Это суть те, о которых я сетую Иные, наконец, помышляя о долготе времени подвига, упали духом Почему сбросили с себя одежду благочестия и стали как бы бессловесными Это суть те, о которых я плачу Так как пришествие Господа нашего Иисуса Христа стало им в осуждение Я всеми силами молюсь о вас к Богу Чтобы Он вверг сердца вашей огонь Который Господь наш Иисус Христос пришел Низвести на землю Чтобы мы могли право править нашими намерениями и чувствами И отличать добро от зла В то время, когда ветер дует ровно, всякий мореплаватель может высоко думать о себе И похвастать собою Но только при внезапной перемене ветров открывается искусство опытных кормчих Кто боится Господа и соблюдает его заповеди, тот есть раб Богу Но это рабство, в котором и мы находимся Не есть рабство, но праведность, ведущая к сыновству Господь наш избрал апостолов и верил им в благовестие и Евангелие Данные ими заповеди установили для нас прекрасное рабство Чтобы мы господствовали над всеми страстями и совершали прекрасное служение добродетели Но когда мы приступим ближе к благодати Господь наш Иисус Христос скажет и нам, как сказал апостолам своим Я уже не называю вас рабами, но друзьями моими и братьями Потому что все, что слышал от отца моего, сказал вам Приступившие к благодати, опытно познают движение Духа Святого И уразумевают свое духовное устроение Уразумев же и познав это, взывают, говоря Мы не приняли духа рабства и боязни, но духа усыновления, которым и вопием Авва Отче, Боже, всех руководи действиями своей благодати Почему не ленитесь и не унывайте, взывая к Богу день и ночь Чтобы умолить благость Бога Отца Не спослать вам помощь свыше в познании того, как вам поступать Не давайте с нам, отчам вашим и веждам вашим дремания Ревнуя принять самих себя Богу в жертву чистую Чтобы узреть его, его без чистоты никто не может увидеть Бога Евреям 12.14, Псалом 131.4, как говорит апостол Все святые, когда видят, что мы ленимся и не родим, скорбят, плачут и светуют Когда же видят, что мы становимся истравными, и возрастаем в совершенстве Радуются, и в радости и веселье непрестанно многие изливают о нас к Создателю молитвы И Господь тогда утешается добрыми делами нашими, равно как свидетельствами и молитвами святых И ущедряет нас всякими дарами Кто с его сердца не возымеет ненависти к тому, что свойственно вещественной и земной плоти И ко всем ее движениям и действиям, и ума своего не восторгнет в горе, коту всех Тот не может получить спасение Кто же сделает это над трудами того милосердится Господь наш И дарует ему невидимый и вещественный огонь Который попалит все находящееся в нем страсти и совершенно очистит ум его Тогда возобитает в нем дух Господа нашего Иисуса Христа И ты будешь с ним, научая его поклонению отцу достодолженно Но пока мы соуслаждаемся вещественной плоти своей, да то ли врагами бываем Богу И ангелом Его, и всем святым Умоляю же вас именем Господа нашего Иисуса Христа Не неродите о жизни вашей и спасении вашим И не попустите этому времени мгновенному похитить у вас вечности Которой конца нет И этому телу плотяному лишить восстарства светов Беспредельного и неизглаголанного Истинно смущается душа моя И дух мой цепенеет от того Что когда нам дана свобода, чтобы избирать и делать дела святых Мы, опьяневшись страстями, подобно пьяным от вина Не хотим воздигнуть умов своих к горе И взыскать высшей славы Не хотим подражать деяниям святых Или последовать стопам их Чтобы, сделавшись наследниками, дел их Получить вместе с ними и наследие вечное Тридцать один Велико восподобились вы благо Получив благодать, которая в вас есть Должно, однако, вам не леностно подвязаться О имени того, который есть посетивший вас восток света Высоты Лука 1, 78 Досоделайтесь ему, жертвуя святою и непорочную Мы знаем, как пала природа наша со своей высоты В глубину унижения и бедности И как посещала ее милосердный Бог своими законами Через руки Моисея и прочих пророков Знаем мы только В последнее время сделала это через единородного сына своего Который есть верховный начальник наших первосвященников И истинный врач наш Единый, сильный исцелить болезни наши Знаем, что он облегся в тело наше И предал себя самого за нас и за грехи наши И что его смертью мы спасены Вникайте же и прилежно рассматривайте распоряжение Творца нашего И его посещение нас По внешнему и внутреннему человеку После того, как мы, будучи разумны Сделались неразумными за свое склонение на волю врага Злодея отца лжи Сколько мириад злых бесов И сколько бесчисленных видов Они после того, как увидели, что мы пришедшие в познание своих страстей И свое посрамление Стараемся уже избегать злых дел На которые они нас наводят И ухо своего не склоняем к злым советам Которые они нам внушают Не отстали, но приступили к делу С отчаянным усилием Зная, что участь их уже окончательно решена И что наследие их есть ад Из-за их крайней злобы и отвращения от Бога Да откроет Господь очи сердец ваших Чтобы вы видели, сколь многочисленные козни демонов И как много зла причиняют они нам каждый день И додаруют вам сердце бодренное И дух рассуждения Чтобы вы могли принести самих себя Богу в жертву живую и непорочную Остерегаясь во всякое время зависти демонов Их злых советов Их скрытых козней И прикровенной злобы Их обманчивой лжи И помышлений хульных Их тонких внушений Которые влагают они каждый день в сердце Гневы и клеветы На которые подущают они нас Чтобы мы друг на друга клеветали Себя самих только оправдывая Других же осуждая Чтоб злословили друг друга Или сладким говоря языком Скрывали в сердцах наших горечь Чтобы осуждали внешность ближнего Внутри самих себя имея хищника Чтоб спорили между собой И шли наперекор друг другу В желании поставить на своем И показаться счастнейшими Всякий человек Который услаждается греховными помыслами Падает произвольно Когда раб бывает Сочувствует тому Что в него влагаемо бывает от врагов И когда думает Оправдать себя только Видимо совершаемыми делами Будучи внутри Жилищем злого духа Который научает его всякому злу Тело такого наполнится Постыдными срамотами Ибо кто таков Тем обладает страсти демонские Которых он Не отгоняет от себя Демоны несут видимые тела Но мы бываем для них Когда души наши Принимают от них Помышления темные Ибо принявшись И помышления Мы принимаем Самих демонов И явными их делаем В теле Природа умная И бессмертная Сокрыта в тленном теле Нашем для того Чтобы в нем И через него Обнаруживать Свои действия И так Сделав тело Это алтарем Кадильным Приносите на него Все помышления ваши И худые советы ваши И поставив перед лицем Господа Возноситесь к нему Сердцем и умом Умоляя его Да не спошлет он вам Свыше Свой невещественный Огонь Который бы попалил Все находящееся В алтаре всем И очистил то И убоятся противники Ваши священники Валовы И погибнут от рук Ваших Как от рук Илии пророка Тогда узрите вы Человека Исходящего Извод божественных Который Сделать Чтобы Одождил на вас Дождь духовный То есть Орошение Духа Утешителя Дьявол Не спадший С своего Небесного Чина За гордость Непрестанно Усиливается Увлечь В падении Всех Тех Которые От всего сердца Желают Приступить Господу Тем же Самым путем Каким И сам Не спал То есть Гордостью Любовью К суетной Славе Этим то Борют нас Демоны Этим то И другим Подобным Думают они Отдалить Нас От Бога Сверх Того Зная Что Любящий Брата Своего Любит И Бога А не Влагает Сверх Нашей Ненависть Друг К другу До того Что Иной Видеть Не может Брата Своего Или Сказать С ним Слово Многие Истинно Великие Подяли Труды В Добродетели Но По Неразумии Своему Сгубили Себя Этому Не дивно Быть и между Вами Если Например Охладевших К деланию Вы будете Думать Что Обладаете В себе Добродетелями Ибо Вот Уже Вы Не Спали В эту Болезнь Дьявольскую Самомнение Подумав Что Близки К Богу И Пребываете Во Свете Тогда Как В самом деле Находитесь Во Тьме Что Побудило Господа Нашего Иисуса Христа Сложить Одежды Свои Припаясь От Шреса Свои Полотенцем И Вливши Водовую Вальницу Умыть Ноги Тех Которые Были Ниже Его Если Не То Чтобы Научить Нас Смирению Да Его Он Изобразил Нам Примером Того Что Сделал Тогда И Точно Все Хотящие Быть Принятыми В Первый Чин Не Иначе Могут Этого Сверглось Небо Было Движением Гордости Итак Если Не Будет Человеки Крайнего Смирения Смирения Всем Сердцем Всем Умом Всем Духом Всей Душой И Телом То Он Царствие Божие Не Наследует 35 Если Желаем Искренне Приступить К Создателю Нашему То Необходимо Нам Подвязаться Об Освобождении Душ Наших От Страстей По Духовному Закону Ибо От Наших Злых Дел От Услаждения Страстями От Множества Дьявольских Искушений Ослабела Наша Умная Сила И Замерли Добрые Движения Душ Наши По Присине Страстей В которые Впадаем Мы Не Можем Уже Познать Красоту И Требования Нашей Духовной Природы И Нет Нам Ни От Кого Спасения Кроме Господа Нашего Иисуса Христа Как Написанного Апостола Павла Водами Все Умирает Так А в Христе Все Оживут Господь Наш Иисус Христос Есть Жизнь Всех Разумных Тварей Созданных По Подобию Образа Его Мы Названы Минами Святых И Облечены В одежду Их Которые Хвалимся Перед Неверными Подражать же Делам Их Не Имеем Усердие Боюсь Как бы Не шло К нам Сказанное Апостолом Что имеем Вид благочестия Силы Его Отреклись Да Даст Вам Господь Уразуметь Что есть Воспринятая Вами Жизнь Чтобы Действия В духе Ее Вы Достойными Соделались Невидимое Получить Наследие Сделать Сколько Сил Есть У нас Свои Дела Сообразно С волей Господа Вот Что Должны Мы Потому Что Это Свойственно Природе Нашей И Кроме Этого Ничего Большего Не должно Требовать От Добродетели Нашей Кто Служит Богу Ищет Его От Всего Сердца Своего То Действует Сообразно Со Своей Природою А Кто Делает Какой Грех Тот Достоин Порицания И Наказания Потому Что Это Чуждо Его Природе С Тех Пор Как Господь Мой Благодатью Своей Пробудил Ум Мой От Смертного Усыпления Чрезмерный Был У Мне Плач И Воздыхание Неутешное Думаю Я Сам Собой Что Дадим Мы Господу За Все Что Он Сделал Для Нас Ангелов Своих Заставил Он Служить Нам Пророков Пророчествовать Апостолов Евангелия Возвестить Но Что Больше Всего Этого Сына Своего Единородного Послал Во Спасение Наше Возбуждайте Же Сердца Ваших Страху Божию Ведайте Что Иоанн Креститель И Претечи Крестил Водою В покаянии Для Приготовления К крещению Господа Нашего Иисуса Христа Крестящего Духом Святым Огнем Который Есть Огонь Ревности О добрых Делах Я Им Усердную Готовность К Ощущению Себя В теле И Духе И приняв Крещение Господа Нашего Иисуса Христа Будем Ревнителями Добрых Дел Чтобы Принес Себя Самих Ему В жертву Приятную Дух Утешителя Приемлемый В крещении Даст Нам Силу Действовать Свято Чтобы Опять Возвесть Нас В первое Славное Состояние И Делать Достойными Получить Вечное Пребывающее Наследие Ведайте Что некоторые Во Христе Крестятся Они во Христа Облекаются Как говорит Апостол Получая Благодать Святого Духа Притом Как у раба Так и у свободного Как у мужчин Так и у женщины Как только получают Они благодать И тотчас Перестают иметь Силу И телесное Отличие И Святой Дух В то же время Как становится Для них залогом Наследие Вечного Царства Небесного Научает Их в том Как должно Поклоняться Отцу В Духе И Истине Я молился О вас Заподобитесь И вы Получить Того Великого Огненного Духа Которого Получил Я Если хотите Получить Его Так чтобы Он пребывал В вас Принесите Прежде труды Телесные И смирение Сердца И восторгая Помышления Свои На небо День и ночь Взышите Справотою Сердца С Его Огненного Духа И Он Дастся Вам Сим Образом Получил Его Илья Святянин И Илья Сея С прочими Пророками Кто Возделывает Себя Этим Возделыванием Показанными Подвигами Тому Дастся Дух Сей Навсегда И навеки Прибудем 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 Волитвах С Приболезненными Исканиями От всех Сердец Ваших И дастся Вам Ибо Дух Тот Обитает В правых Сердцах И Он Когда Принят Будет Откроет Вам Высшие Тайны Отгонит От вас Страх Людей И зверей И будет У вас Небесная Радость День И ночь И будете В этом Теле Как те Кои Уже Находятся В царстве Небесном Если Человек Желает Стижать Любовь Божию То Он должен Возьметь Страх Божий Страх Рождает И плач А плач Рождает Мужество Когда Все это Созревает В душе То Она Начнет Плод Приносить Во всем И Бог Узрев В душе Эти Прекрасные Плоды Привлекает Ее К себе Как Вогухание Приятного Фемяма Избранного Радуется А ней С ангелами Во всякое Время Преисполняя Ее Радостью И хранит Ее На всех Путях Ее Да Безопасно Достигнет Она Вместо Упокоения Своего Тогда Дьявол Не нападает На нее В виде Высочайшего Стража Ее Окружающего Даже Совсем И приступить Боится Он К ней По причине Сей Великой Силы Стяжите Себе Силы Сию Да Страшатся Вас Демоны Да Облегчатся Вам Труды Вами Подъемлемые И да Усладиться Вам Божественное Сия Сия Сладость На лица Спокойно Но гневает На них Так Как дела Их Напоказ И Исполняется Над ними Слово Псалма Который Говорит Бог Рассыпал Кости Человека Угодников По Сей Причине Сила Божия Не действует В них Так Как Они Не тверды Сердцем Во всех Делах Которым Приступают И не знают Они Божественной Сладости Ее Тихости И веселья Много Вроде Нашим Таких Которые Не получили Той силы Которая Доставляет Душе Сладость Исполняет И день Это дня Все больше И больше Радости И веселья И выжигает В ней Божественную Теплоту Их Обощает Злой Дух За то Что они Дела свои Совершают Напоказ Пред людьми Вы же Плоды Трудов Ваших Принеся Пред лице Господа Старайтесь Удаляться От Духа И непрестанно Ведите Против него Брань Чтобы Господь Принял Ваши Плоды Которые Приносите Вы Пред лицо Его И не спасать Вам силу Которая Дается Избранным Его Не переставайте Противиться Этому Злому Духу Ибо Когда человек Приступает К добрым Делам И К прекрасному Подвигу Подбегает И этот Дух Чтобы Или войти С ним В часть Или Чтобы Совсем Отклонить Его Таких Начинаний Он Не терпит Чтобы Кто Поступал Правильно И Противиться Всем Которые Желают Быть Верными Господу Многих Он Совсем Не допускает Добродетели А у Других Вмешивается Между Делами И губит Плоды Научая Их Совершать Добродетели И творить Дела Милосердия Примешивая К ним Счиславие А таких Люди Думают Что Они Обогащены Плодами Тогда Как Они Совсем Их Не имеют А Похоже На Смоковница Которая Думали Что На Ней Много Сладких Плодов Когда Смотрели На Ней Из Или Ближе Подошед Ничего Не Нашли На Ней Бог Не Только Лишает Их Оной Несравненной Сладости Своего Божества Но И Сушает Их За То Что Не На Ней Никакого Доброго Плода Но Вам Помощь Пребудет С вами Во всякое Время Будет Подавать Вам Ревность И Теплоту Которая Ничего Нет Дороже Если Кто Из Вас Увидит Что Он Не Одарен От Теплотой Пусть Постарается Отзыскать Ее И Она Придет К Ищущему Ее Она Похожа На Огонь Который Люди Когда Желают Скипятить На Нем Немного Еле Раздувают Пока Разгорится И Которая Разгоревшись Восходя Вех И Поля Берет Свои Естественные Силы И Скипячивает Елей Равным Образом Когда Увидите Что По Нерадении Елености Души Ваши Охлаждаются Поспешите Возбудить Их Проливая Над Ними Слезы Без Сомнения Придет Тот Огонь И Соединится С душами Вашими И Приобретшие Его Воскипят Добрыми Делами Вот и Давыд Когда Заметил Что Душа Его Отяжелела И Охладела Сказал Так Вспоминал Дни Древние И Поучился В делах Рук Твоих Поучился Поднимаю К тебе Руки Мои Душа Моя Как Земля Безводная К тебе Солом 142 5 Видите Давид Когда Отяжелело Сердце Его Крайне Был Озабочен Этим Пока Не возгорелся Опять Огонь Сердца Его До того Что Он Возвал Готово Сердце Мое Божие Готово Сердце Мое 172 И При Посредстве Этого Нощи День Попечения И Заботы Соединил Он Был Опять Восстановлен Свой Чин Подобным Образом Поступаете И вы Добойте Единодушны В уготовании Сердца При помощи Божественного Света И Огня Молитесь Да дарует Вам Бог Благодать Все ясно Видите Разумеет Чтобы вы Верно Могли Различать Что добро И что зло Написано Апостолу Павлу Что До совершенных Пища должна быть Твердая Евреям 5 14 Это Судьте Которые Долгим И тщательным Подвигом Обучили Чувство Своей Намерения Относительно Добра И зла Сделали Сынами Царства И приписанных Божественному Усыновлению И Бог Даровал им Мудрость И рассуждение Во всех делах И чтобы Не прессилось Ни человек Ни дьявол Должно вам Знать Что враг Искушает Верных Видом Добра И многих От того Успевает Прельщать Что у них Нет рассуждения Мудрости Поэтому Блаженный Павел Когда узнал Эти богатства Разума Которые Определены Верным И великости Которых Нет предела Написал Кефесянам Да даст Вам Бог Духа Премудрости И разумения Да просветит Офи сердца Вашего Чтобы вы Узнали Высоту Богатства Призвания Вашего Кефесянам 1.17 Это делал Он По чрезмерной Своей к ним Любви Зная Что если Они достигнут Этого То ни в чем Не будет Им Никакого Труда И никогда Не будут Никого Бояться Страха Радость Жи Господа Будет Утешать Их День И ночь И труды Их будут Им сладки Во всякое Время Многие Из монахов И дев Живущих Живущих В отдельных Местах Не достигают Этой Меры И вы Если хотите Достигнуть Этой Меры В которых Верх Совершенства Отступите От всех Которые Носят Такие Имена То есть Монашество Девство Не уничтожайте Живущих